Добрый день, дорогие друзья, уважаемые подписчики! Я рад новой встрече с вами, и сегодняшний обзор событий я бы хотел начать с информации, которая пришла из Казахстана. Президент Казахстана Токаев принял участие в виртуальном форуме, который был создан по инициативе Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и премьер-министрами Канады и Ямайки. Этот виртуальный форум был создан для того, чтобы мировое сообщество могло высказать свои соображения по консолидации сил и направлению действий по борьбе с коронавирусом и последствиями пандемии по коронавирусу. На этом виртуальном форуме выступил президент Казахстана Токаев. И, как всегда, чуть забегу вперед, скажу, что вновь прозвучала такая ежедневенческая политика, ежедневеский настрой главы государства Казахстана в том, что мировое сообщество должно разработать и внедрить современную структуру здравоохранения в Казахстане и в других странах, которые не имеют выхода к морю. И, мало того, еще должны разработать схему по закупке вакцин и поставке этих вакцин. Это говорит о том, что, в принципе, государство, власть Казахстана сама по себе расписалась в беспомощности своих усилий по ликвидации последствий пандемии коронавируса. Самое интересное, что Токаев, обращаясь к большому количеству глав правительств и государств, которые участвовали в этом виртуальном форуме, показал свою несостоятельность. И постарался переложить ответственность того, что должны были сделать власти Казахстана на мировое сообщество. И, как выразился Токаев, что он видит это одной единственной возможной выхода из этой ситуации, поскольку мировое сообщество должно взять на себя все эти риски и принять соответствующее решение. Токаев сказал, что в среднем за счет, конечно же, отсутствия инвестиций, всегда Казахстан и предыдущий президент Наразарбаев всегда хвастался о том, что они привлекли огромное количество инвестиций, как ни одно государство в мире. Но почему-то именно в этот момент Токаев сказал, что отсутствие инвестиций привело к такой ситуации денежных потоков, каких-то денежных переводов. Мне лично было непонятно, какие денежные переводы имел в виду господин Токаев, вращаясь к такому большому кругу глав государств и правительств мирового сообщества. И что все это сказалось на то, что в общем-то и нехватка бюджетных средств, что повлекло, конечно, спад производства, как он выразился в среднем, на 2,4%. Конечно, 2,4% для Казахстана от 180 миллиардов, если был объем внутреннего валового продукта Казахстана, 2,5% это приличная сумма, с которой справиться, наверное, и Казахстану будет не под силу, так вот в ближайшее время. И мало того, что Токаев обратил внимание генерального секретаря ООН господина Гутерреша о том, что необходимо сфокусировать ту помощь, которая предусматривается мировым сообществом, в частности, Международным валютным фондом и Всемирным банком, в частности, Всемирный банк собирается выделить 160 миллиардов долларов для поддержки стран и экономик мира, и плюс 1 миллиард кредитов и займов должен дать Международный валютный фонд, 1 триллион долларов. И Токаев предложил сфокусировать именно на тех странах, которые не имеют выхода к морю. И говоря об этом, что вот именно эта ситуация, отсутствие выхода к морю, и усугибило ситуацию и положение дел, в частности, в Казахстане. Ну, я хочу отметить, что Швейцарская конфедерация тоже не имеет выхода к морю. Но ни президент, ни один член Государственного совета не обратился с просьбой в ООН, чтобы была сделана перефокусировка и оказание помощи Швейцарской конфедерации. И неожиданно вдруг Токаев вспомнил Одиссабевское международное соглашение, которое было утверждено или принято ООН, аж 27 июля 2015 года. И он заострил внимание, что необходимо, чтобы мировое сообщество все выполнило 7 пунктов этого соглашения. Ну, я открыл Одиссабевское соглашение, посмотрел пункты, о которых говорил Токаев, и я очень сильно удивился. Первым пунктом стоит внутренние государственные резервы каждого государства. А как задействовал казахстанцы внутренние государственные резервы? С 2015 года по 2021 год 6 лет прошло. Вторым пунктом – частный бизнес и финансирование частного бизнеса на национальном уровне. Это во главу угла ставилось для решения этих вопросов. Как мы видим, частный бизнес сегодня государством Казахстан, правительством Республики Казахстан не поддерживается. И, естественно, Казахстан не выполнил эти Одиссабевские соглашения. Международное сотрудничество в целях развития. Кто, как ни правительство Казахстана и президент Казахстана, должны были принять все объявляющие меры для улучшения этого международного сотрудничества. На кого кивает президент Казахстана такая? Международная торговля. То же самое. Зависит в основном все от руководства Республики Казахстан. Про демлему задолженности. Но это уже напрямую говорится о том, что государство должно само принять меры по ликвидации задолженности. И когда я еще был членом правительства, предлагал президенту Казахстана, в то время Назарбаеву, списать имеющиеся все долги. На что мне президент Назарбаев сказал, долги не списываются, деньги эти никуда не исчезают, они должны оставаться. Но потом, через какое-то время, я смотрю, по позициям правительства начали принимать меры по списанию долгов. А если бы в свое время приняли решение, очистили бы экономику от тех долгов, которые были и тянулись еще с советского периода и постсоветского периода, первые годы правления Назарбаева и его команды, накопили колоссальное количество долгов. Решение системных вопросов. Шестой пункт этого Одиссабевского соглашения. Ну, я думаю, здесь, да, возможно, нужно было решать и с учетом имеющегося опыта мирового сообщества. И седьмой пункт – наука, техника. Как сегодня наука развивается в Казахстане? Как техника развивается в Казахстане? Какие новые прогрессивные технологии появились в Казахстане? Какая инновация в Казахстане на сегодня есть? И вопрос стоял о наращивании потенциала науки, техники, инноваций, технологий. И я сразу сравниваю с Сингапуром, государство, которое вообще ничего не имело. И до сегодняшнего дня, кроме прекрасно организованной рыночной экономики, добилось таких успехов. Руководство, я бы сказал, такая прогрессивная диктатура. Все-таки диктатура, но она прогрессивная. Закупали новые технологии на бюджетные деньги, разворачивали производство. И эту современную технологию продавали в частные руки, получив за нее дополнительные средства, для которых они покупали новые технологии, следующие. И вот таким образом в Сингапуре появилась конкурентоспособная продукция, конкурентоспособные технологии. А что сделали в Казахстане в этом вопросе? Кроме сырьевого сектора экономики, нефти, газа, цветных, черных металлов, которые сам патронирует на султан Назарбаев, нигде больше не видно следов прогрессивной современной технологии. И самое главное, что сказал господин Токаев, что международное сообщество должно оказать поддержку в развитии эффективных систем здравоохранения. Но это вообще уже самый настоящий маразм старческий. Систему здравоохранения должно было государство, начиная от объявления независимости, 30 лет прошло после этого, можно было бы такую систему здравоохранения развить, которая была бы идеальной системой здравоохранения во всем мировом сообществе, имея такие колоссальные прибыли, вот нефтегазовый сектор, особенно от нефти, когда были заоблачные цены на нефть, 100, 114, 120 долларов за баррель нефти, это были колоссальные цены, но правительство Казахстана, руководство Казахстана не смогло, я бы сказал, правильно распорядиться этими финансовыми ресурсами и сделать дифферсификацию экономики, поставить экономику Казахстана на современные рельсы. Никто Казахстан никаких санкций не применял, никто Казахстан на колени за то время не ставил. могли бы закупать любую технологию во всем мире, внедрять ее в экономику Казахстана и в промышленность Казахстана. И хочу отметить, что вот это, я бы сказал, такая упадническая позиция главы государства Казахстана, которая прозвучала на этом виртуальном форуме под эгидой генерального секретаря с участием большого количества глав государства и правительств, лишний раз показала несостоятельность правительства Казахстана работать в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Хочу сказать, что Швейцария тоже не имеет выхода к морю. Швейцария тоже имеет свои проблемы, которые сегодня возникают у швейцарских производителей. Самая главная и самая значимая отрасль Швейцарии – это швейцарские часы. И часовая промышленность потерпела большие, я бы сказал, издержки. Более 10% продукции швейцарских часовиков не нашли выхода на экспорт. Швейцария, никого не спрашивая, выделяет 100 миллиардов, вы вдумайтесь, 100 миллиардов швейцарских франков, а франк сегодня больше доллара для того, чтобы понизить сильный свой франк, для того, чтобы открыть экспорт часов Швейцарии за рубеж, для того, чтобы швейцарская экономика, промышленность швейцарская, часовая промышленность в частности и ювелирная промышленность в том числе, получили дополнительные дивиденды и начали динамично развиваться, и создавать дополнительные рабочие места. Вот наглядный пример, как нужно работать в отношении поддержки экономики государства. Сегодня министр финансов Швейцарской конфедерации Маур объявил о том, что он выделяет дополнительно 10 миллиардов тенге для поддержки малого, среднего бизнеса и большого бизнеса. Причем 6 миллиардов, это 60 процентов, выделяется для поддержки малого и среднего бизнеса. 6 миллиардов франков, это вот за первый квартал 2021 года. И еще малый и средний бизнес с оборотом годовым не более 5 миллионов швейцарских франков. То есть все малые и средние предприятия получают колоссальную поддержку со стороны государства. Ну и большая экономика, большие предприятия тоже получают ни много ни мало 3,2 миллиарда швейцарских франков для решения этих проблем. И в частности, если посмотреть, как сегодня борется швейцарская конфедерация с коронавирусом, хочу сказать в наглядном примере. Швейцарская конфедерация допустила на свой рынок сегодня две фирмы. Pfizer и Moderna. И сейчас идет вакцинация. И хочу отметить, что вот на сегодняшний день, прямо я сегодня смотрел последнее известие, если буквально неделю назад мы имели 5,6% вакционированных, то сегодня уже 16,8% провакционировано жителей Швейцарии. А что в Казахстане? Посмотрел последнюю статистику. 0,49% от общего количества жителей Казахстана. 4,7% в Российской Федерации провакционировано. И 47,8% в Великой Британии. То есть британцы, имея свою вакцину, которая была разработана вместе со Швецией, не объявляя громко об этом, очень уверенно проводят вакцинацию. Сегодня уже 34,5 миллиона англичан получили невивки, вакцину. А Казахстан уповает на мировое сообщество. Мировое сообщество должно определить, какие вакцины будут применять в Казахстане, и кто поможет Казахстану закупить в нужном количестве эту вакцину. Так для чего нужно правительство Казахстана? Что самое интересное, сегодня прошла информация, что одна из компаний швейцарских, АДН, базирующаяся в Луганах, будет выпускать не много не мало вакцину российскую, спутник В. На итальянских предприятиях будет выпускаться вакцина спутник В швейцарской компании. Казахстан очень громко объявил, что родственник Мирсултана Назарбаева Боранбаев запустил производство российской вакцины спутник В, и теперь все вопросы будут сняты. Как видите, дорогие мои друзья, уважаемые подписчики, на примере двух государств, не имеющих выхода к морю, я показал, как необходимо работать в этом вопросе. Вторым фактором, или не фактором, а событием, которое произошло за промежуток времени, я бы отметил первую пресс-конференцию нового президента Байдена, Джо Байдена Соединенных Штатов Америки, который на своей конференции показал, более часа он ввел разговор, и очень был такой беглый разговор с журналистами, но я думаю, что вы сами, если захотите, найдете всю информацию об этой конференции, и каждый себе найдет соответствующую информацию, которую он хочет получить. И в конце хотел бы сказать, как действует в Швейцарии немая народная демократия. Маленький городок Маленький городок Антона Берн в 2017 году провел референдум, результатом которого было принято решение о выходе этого городка из состава Антона Берн и переход этого городка в состав Антона Юра. Ну, в 2019 году, после того, как комиссия проверила проведение этого референдума, были найдены какие-то ошибки проведения референдума, и это решение было отменено. В 2019 году, ну вот, буквально два дня тому назад, 28 марта, прошел новый референдум. Да, я забыл сказать, что тот референдум, который был в 2017 году проведен, жители 51,4% приняли решение перейти из состава Антона Берн в Антон Юра. То 28 марта, которые провели референдум, эти жители вновь городка, и уже 54,9% жителей сказали, да, мы переходим в Антон Юра, и руководитель Антона Берн пожелал жителям городка счастливой жизни в составе Антона Другого. Вот что делает прямая народная демократия. Даже Антону Берн невыгодно было, чтобы из Антона Берн выходил какой-то город, городок, поселение в другой Антон, и наверняка они бы хотели оставить его у себя, но жители сказали, да, в пользу перехода в другой Антон. Поэтому я еще раз подчеркну, что необходимо всем жителям Казахстана добиваться внедрения именно прямой демократии, народной демократии, чтобы народ имел право принимать решения и влиять на те события, которые происходят в нашей стране. И вот на этой ноте я бы хотел закончить, уважаемые мои друзья, дорогие мои подписчики, и пожелать новой встречи с вами. Добавил субтитры, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,